А я просто хотела погладить щеночка, он такой милый! Умеет хэдшоты провешивать в каэске, вот этот настоящий мужик! Хо-хо, конечно, школа зло! Ой, а дальше красивенько, смотри, становится. У-у-у! Приветствуйте, мой друг! Ты на канале Генераля. Меня зовут Виталя, и это продолжение Paws and Soul First Step, что переводится как «Лапы и душа. Первый шаг», что, в свою очередь, является прологом к основной истории, к основной игре, которая выйдет в недалёком абсолютно будущем. Так, через месяцок. У нас тут почему-то, почему-то, почему-то снова всё на английском. Давай мы вернём наш русский и продолжим нашу игру. Что ж, игра меня не обрадовала в прошлой серии... Это чё за чёрный экран? Ой. Он куда-то свалился! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Что это происходит такое? Хе-хе-хе! Ну, волк куда-то падает. Я могу ещё крутить его в процессе падения его. Хе-хе-хе! По-моему, вот эта надпись нам нужна. Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Так, подожди-ка! Чё-чё за ерунда? А-а-а-а... Главное меню хотя бы выходит... Главное меню выходит. Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Теперь всё нормально. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ты-ты-ты-ты видел, да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Да. Ха-ха-ха! Я начал говорить о том, что игра меня не радует с прошлой серией тем, что как бы... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Блин, она меня ещё больше не радует уже с начала этой серии. Не радует меня игра тем, что как бы графика тут специфическая, да? Могла бы быть получше, но графика это дело десятое. Я всегда говорил, говорю и не перестану говорить. Если в игре интересный геймплей, если в игре интересный сюжет, интересная история, то всё равно какая графика, пусть там даже три пикселя на весь экран, и как бы и всё, один чёрный, другой белый, третий, я не знаю, зелёный. Вот такие огромные квадраты Это вся графика, но если интересный геймплей с этими пикселями будет Если интересная история, если интересный сюжет То это будет замечательная и отличная игра Я буду ее наслаждаться, играть в нее и хвалить ее Но здесь и геймплей это, собственно, нет в этой игре Весь геймплей заключается в том, что мы бежим волком, собираем шарики вот эти вот А иногда мы их собираем и относим в специальные ниши, алтари, где мы их вставляем И мы получаем сразу 10 шариков туда, в левый верхний угол Весь геймплей игры Ну и, собственно, остается последний, это сюжет, что может нас обрадовать в этой игре Но он тоже меня не радует, абсолютно не цепляет Тут какая-то история какого-то мальчика Дэвида, которого родили родители, да Что-то обещали там за ним ухаживать, клялись ему в любви А теперь мы берем червяка и насажим его на крючок Вот так А разве чё ему не больно? О, я вполне уверен, что не больно Хочешь попробовать сам? А я не знаю, червяки противные Пожалуй, ты прав Определенно не самые приятные существа А, но ты ведь любишь есть рыбу? Да, люблю Иногда нам приходится делать не самые приятные для нас вещи, чтобы получить то, что мы любим Пойми, ты когда-нибудь поймешь Так, я рассказывал о том, что сюжет не очень интересный Вот сейчас мы заставку эту посмотрели Да, они там сын с отцом ловят рыбу Ну, как бы, ну что? Ну, меня не цепляет история Должна как-то она сначала давать какую-то интригу некую Возможно, тут стоит дать снисхождение к игре в том, что это как бы не основная игра Предыстория, предыстория мира Это такой пролог, да То есть, поэтому он не особо интересный Он как бы вводит нас в курс дела Но я надеюсь, что у нас улучшится история Что она станет интересной более Геймплей, я уже понимаю, что лучше не станет Это максимум того, что есть Мы видим Сейчас мы бабочку там еще поймаем Я так понимаю, прыгать начнем очень высоко Как бы, ну, как бы, вот и все Вот бабочка, красная бабочка, да Это нам позволит еще выше прыгать Вот, собственно, весь геймплей у нас, да Да, красная позволяет выше прыгать Соответственно, больше там шариков соберем На этих уступах Вот и весь геймплей Я надеюсь все-таки на историю Я до последнего Буду надеяться на хорошее Что история будет все-таки интересной В этой игре Собственно, мы это узнаем Пройдя пролог до конца Если история подкачает То я не знаю То, вероятно, мы в основную игру Играть, наверное, с тобой мы вдруг не будем Но не будем забегать вперед Всему свое время А я, пожалуй, сейчас на паузе Быстренько Для тебя быстренько Пропрыгаю по этим уступам Соберу все, что нужно Все, что можно И продолжим Продолжим дальше узнавать эту историю Я начал говорить, кстати, про историю Могу, да, рассказать А то как-то будет выглядеть Не закончено Мы историю малыша Какого-то Дэвида Да, я так понимаю, узнаем А вначале, перед тем Как мы начали узнавать историю Дэвида Надо бабочку поднять Сейчас закончатся уже наши прыжки У нас какая-то бабушка была С внучкой Да, внучка жаловалась бабушке Что родители не уделяют ей времени Что они там пропадают на работе И так далее Да, господи, как-то камера устроенная Что я не понимаю Где именно там бабочка Она сзади Она впереди от меня Чтобы поймать ее И у Дэвида история Я так понимаю К тому же идет Что родители там клялись Его любви Любви к нему Там, любить его А-а-а Лелеять, взращивать А уже была сцена Где мама там Убегала срочно на работу Или по делам Куда-то там, да Оставляла Дэвида На попечение родителя Второго То есть супруга Господи, боже мой Я так понимаю Наверное, история вся будет К тому, что Так вот О родителях О детях То, что родители Мало времени Уделяют детям А детей это обижает Ну, такова суровая Правда жизнь Не знаю Пока что я вижу такое Но заинтересовывает ли меня Интригует ли меня Такая история Ну, нет Ну, как бы и нет А я туда не могу допрыгнуть Что за фигня Блин, буду на ускорение пробовать Ты представляешь Мой друг Замолчал, как бы, да Сразу с первой попытки прошел Ну, да Потому что болтаешь Когда, как бы Не так фокусируешься На Управлении Персонажиком Так Я хотел тут найти Какой-нибудь секрет Но ничего тут нет Тут есть какая-то Воронка Как будто от ядерного взрыва В земле Еще одно странное место Интересно Что случилось на этот раз Так вот иди, солнышко Я тебя потеряла А я просто хотела Погладить щеночка Он такой милый Ой, ты права Он очень милый Я знаю, что ты тайком Заботишься о нём Уже какое-то время Ну, прошу тебя Не пропадай так внезапно Хотя бы предупреди меня Где тебя искать Ой, прости меня Тебе ведь очень нравится Этот щенок Ты придумала ему имя? Карамелька Ой, да С таким цветом шерсти Он действительно похож На карамельку Скажи А ты бы хотела Взять его Домой? О, хотела бы Но мама с папой Не разрешат А почему ты так думаешь? А я просила их Купить мне собаку Но они сказали Что она только Испортит нам мебель Возможно Они думали Что они смогут Уделить собаке Достаточно времени А ты не справишься Одна Я справлюсь Я буду гулять С карамелькой И кормить И гладить И обнимать Мы будем играть Все вместе И я познакомлю Его с друзьями Ой, лапочка Я думаю Тебе все-таки Стоит показать родителям Карамельку И сказать все Что ты сказал Сейчас мне А у нас достаточно Это Очков О, у меня 96 Хе-хе Тут 60 нужно А вот что я Помогая Я что делаю? Смелее Мишель Вперед Карамелька В смысле Вот он помогает То есть он Что? Разрешает Какой-то конфликт Рассказанной истории То есть Девочка хотела Карамельку Родители не хотели Карамельку А где здесь выход? А, вот И как бы Я вложил Свои 60 очков Вот этих Вот у нас 36 Еще осталось И что? И разрешил Этот конфликт? Или как? Как это работает? Что-то я даже не понимаю Я не понимаю Смысла выполняемых Мною помощи И духу Какому-то там Очень непонятно Так, это что бабочка Дает нам? Это какая-то синяя Эй, до нее не допрыгнуть Нужна красная бабочка Для того, чтобы поймать Потом синюю бабочку Чтобы выше прыгать Эта бабочка Позволит мне видеть Скрытую истину Теперь Будь то правда Или ложь С ее помощью И мне будет зримо Все Так, а наверное Тоже на 30 секунд Скорее всего, да? В смысле? Обратно надо вернуться? А-а-а Там кто-то лжет, да? Ну бабуля лжет, наверное Что как бы Можем карамельку забрать Да, я так Действительно понял Правильно Ну, я зажимаю Эф Ну, тут как бы не написано Сколько нужно Жизненной энергии А может сначала я должен был Поднять эту бабочку Потом уже историю Слушать Бабушки и внучки Или как Отсюда выхода нет Ну, поднимаю я бабочку Дальше что? Каждая Каждая бабочка Такие-то лазейки Можно видеть Там что-то было написано Какие еще лазейки? А как их видеть в лазейке? На Ф я нажимаю Ничего не происходит На Е Кстати, бабочка почему-то летает Но это глюк какой-то Я вроде как ее поднял Вот давайте-ка еще раз поднять И я прочитаю Инструкцию К применению бабочки Так, судя по всему Действительно История Как я характеризовал ее О том, что она Про Синяя бабочка Позволяет искать лазейки В скалах Окей, побегаем Поищем Что тут Какой-то о детях Родителях Да, что родители Не уделяют времени Детям Сейчас просто Опять снова О том же самом Рассказ был А где лазейка? А Надо подбежать К ней Окей Сейчас О том же самом Была история Дальше с девочкой Пока 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 Меня Не интригует Посмотрим дальше Ну, я так понимаю Вниз нам нужно Безрассудно прыгнуть И бежать Дорогой Приключений Так, а что там было? Раскопать Можно, да? Должны тебе Чтобы рыть Давай троим Шарик, наверное, Какой-нибудь там Внизу Нет А ночами Напролет Дэвид Проводил Время За приставкой А как же он Любил играть В игры Несмотря на то, Что отец Не одобрял Увлечения Сына Ну, окей Тетрис Какой-то Я Раскопал В земле И что дальше? Ну, ладно А зачем ты купил ему приставку? Он очень давно хотел получить приставку подарок Тем более у всех его друзей есть приставки Ты могла бы хотя бы обсудить со мной Я знаю, дорогой Я знаю, что ты категорически против Но я не смогла устоять Я надеюсь, мы не слишком его балуем Ты не боишься, что все рацистские каникулы Он теперь будет сидеть дома? Ой, милый, расслабься Это просто приставка для ребенка Я просто хочу, чтобы он вырос мужчиной А не только охота, рыбалка или кемпинг делают из мальчика мужчину Ладно, посмотрим Я надеюсь, ты по-прежнему хочешь отдать его в бойскауты Ой, разумеется Но только если он сам захочет Да ладно вам, отстаньте от ребенка Пускай немного поиграет Да, я тоже так считаю Почему-то он на играх не вырастет настоящим мужчиной Настоящим мужчиной Тот, кто хорошо катает в дотку Умеет хэдшоты провешивать в КС Он настоящий мужик Так, куда нам дальше это бежать? Что нам делать? Там по шарикам надо идти Я не знаю, зачем этот пригорок На пригорке нет ничего Я думал, что на пригорке Но на пригорке пуст Значит, побежим по дорожке Придрались, блин, вы к этим играм Нормально все с играми Вот играем, мы радуемся и наслаждаемся ими Получаем удовольствие А, ты серьезно хочешь отправить его учиться? Бог знает куда А не бог знает куда, а весьма престижную частную школу Но какой в этом смысл? Она находится так далеко, что мы сможем участвовать Девида всего лишь пару раз в месяц А, дорогая, я просто предлагаю все обдумать, у нас уйма времени Разве ты не хочешь, чтобы у нашего сына было большое будущее? А, конечно, хочу! Я еще, я хочу счастья для него Я вовсе не уверена, что обучение в частной школе вдали от родителей способно сделать кого-то счастливым А, ты преувеличиваешь, подобные учреждения существуют уже сотни лет и выпускают десятки тысяч детей каждый год Хочешь сказать, что они все несчастливы? Вспомни, наконец, я сам учился в такой школе По-твоему, я похож на несчастного человека? У меня есть любимая жена и замечательный сын Пожалуйста, подумай немного Я действительно хочу как лучше Я не знаю, я чувствую это неправильно Совсем неправильно Я понимаю твои чувства Я помню, как моя мама тоже переживала за меня, но в итоге все обошлось Хорошо Мне не нравится эта идея, но я обещаю подумать У меня нехорошее предчувствие Это Болкул сказал Бедный Девин Надеюсь, они не серьезны Надеюсь, они не собираются, в самом деле, отправить ее учиться в эту школу Конечно, школа зло Надо сидеть за компьютерными играми, катать в КС-ку Доту И тогда будет все нормально, и будешь настоящим мужиком А в школу учиться идти, это вообще нафиг не надо Правда, не пойдешь в школу учиться, потом субтитры не будешь успевать так читать Вообще не будешь их читать, да? Ну, как бы можно играть в игры, не обязательно читая, а история узнавая Так, прибежали в какую-то пещеру, бедный Девин Надеюсь, они не серьезны Надеюсь, они собираются, в самом деле, отправить ее учиться в эту школу Так, чувак, ты повторяешься Кажется, Дэвид как-то связан с Мишель Ну, как со всем этим связан я? Почему я вижу именно их? Почему я чувствую, будто вижу их не просто так Я должен двигаться дальше и постараться найти ответ Как жаль, что я ничего не помню Ну, вот немножко уже интересней становится Некая интрига, типа загадка Почему Волк именно их видит, причем, ну, двоих Не только одного персонажа Дэвида, там, например Или Мишель, да, и того, и другого Я так причем понимаю, что Дэвид, он англичанин, а Мишель, она француженка По крайней мере, у нее бабушка француженка Я не знаю, какие-то фризы жесткие, жесточайшие у игры Видимо, локация дальше прогружается, загружается, новая Главное, чтобы черный экран, черная бездна не загрузилась И Волк опять у нас-то не падал, как в начале этой серии Пока, пока все нормально Пока обходится Вот эти вот пещеры могли бы сделать покороче Не такими длинными, не такими утомительными Потому что они не очень красивые Вот эти вот грибы Я не знаю, ядовито-синего цвета, яркого Ну, они не очень мне радуют глаз А эти люди, мне много и непонятно до сих пор И ответов никто мне не дает Думаю, эта туманность скоро осядет Остается идти дальше Чем дальше, тем интереснее и любопытнее Так вот, пещеры, отметьте, не радуют Потому что они очень длинные, очень долгие Не очень они... Ну, не рочи они, не мой глаз Лично мой глаз радует Это выглядит просто как удлинение игрового процесса То есть просто длинные такие огромные пещеры сделать Да, длинные-длинные Чтобы мы полчаса по ним бежали И раз там в пять минут нам какую-то реплику волк давал О том, что ему что-то там не нравится Вот как сейчас Все страньше и страньше Все чудесатей и чудесатей Это просто затягивание процесса Чтобы игру мы не могли пройти этот пролог за 20 минут Чтобы мы наиграли два часа Долго бегая по пещерам Лично у меня такое ощущение Ой, а дальше красивенько, смотри, становится О-о-о Ты знаешь, мой друг, вот у меня Какие-то звуки странные впереди Мне кажется, вообще игру надо было Какие-то птицы то ли кудахтают Не понимаю А мне кажется, игру так надо было начинать Вот с этого момента То есть волк должен был на этом камешке у нас проснуться И увидеть перед собой этот чудесный лес В стиле фильма Аватар Ночного, да, светящийся такой В синих, пурпурных, фиолетовых цветах Вот, катсцена должна была какая-то начаться Красивых бабочек мы увидим А мы, блин, должны час играть, чтобы это увидеть А, хе-хе-хе-хе-хе Ну, собственно, мы увидели Единственное красивое в этом прологе В этой истории, собственно, закончилось Спасибо, что вы прошли пролог игры Lost Ember Я так понимаю А, у нас, то есть игра основная И начнется именно с этой сцены Представляешь, как я мыслью пронзил пространство И понял задумку автора Он действительно будет начинать ее с красивого места С этого, да Надо было пролог красивее сделать Потому что, ну, блин Вот, напиши в комментариях Вот, мне это интересно, твое мнение, мой друг Во-первых, напиши две вещи Во-первых, заинтриговал ли тебя сюжет пролога? Он тебя заинтриговал или нет? Меня как-то не очень А вторая вещь Обязательно напиши Стоит ли проходить нам основную игру? Pause and Soul Когда она выйдет? Через ровно месяц С момента вот выхода этого пролога Ровно через месяц выйдет игра в Стиме По крайней мере, так заявлено Эти сроки могут там еще измениться Но, наверное, уже нет Потому что пролог уже есть Я думаю, с основной игрой все в порядке Она готова к выходу И она выйдет через месяц Вот, напиши Тебе это интересно, мой друг? Я ожидал от игры большего Я ожидал ее более интересной Я ожидал ее более красочной Я ожидал ее более Милой Я ожидал ее более Трогательной Ну, то, что я увидел Ну, геймплей вообще меня не порадовал Геймплей очень простой История не зацепила А красоты визуальной Ну, как бы вот сам в конце В самом конце вот что-то да Что-то какие-то да Вот вроде как красивенько было По крайней мере сочно Необычно, да Мистически так это смотрелось Но, собственно, в конце мы увидели То, как начнется игра Основная уже, да Это я своим мнением поделился Ты напиши, мой друг, свое мнение Мне будет очень это интересно Потому что стоит ли ее проходить Так, как мы ее проходим Если будет достаточно много желающих этого То, да, мы это сделаем А нет, значит, нет Пролог мы прошли Спасибо тебе, мой друг, за просмотр Ставь лайк, если понравилось Ставь дизлайк, если не понравилось Подписывайся, чтобы не пропустить Следующие видео по следующим играм Отписывайся с тебе Все это, мой друг, неинтересно Ты волен поступай, так считаешь нужным И до встречи в следующих видео В следующих играх Пока, мой друг Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok